Опасная шалость, рисковая игра. Зацепинг или по-простому проезд снаружи поездов сегодня особенно распространен среди подростков, а значит его надо пресекать. Рейды против зацеперов в Щелковском районе проводятся регулярно. Один из них организовали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних администрации Щелковского района. Сотрудники МУ МВД России и Щелковская совместно с линейным управлением МВД России на станции Мытища. Наказать нарушителей и самое главное провести профилактические беседы поставили свои цели участники. Они считают, что зацепинг это способ самовыражения, выработка адреналина, борьба со страхом, а иногда даже и игра с полицией. Но когда нарушителей ловят, они говорят, не успевали на электричку. Че надо? Ну вы на зацепе ехали. Да не успевал на электричку просто. Я просто поспешила. Обычно я жду свою электричку. Просто поспешила. Проезд на крыше, между вагонами или на хвосте поезда – развлечение опасное. Понимают ли нарушители, что напряжение контактной сети доходит до 27 тысяч вольт, а средняя скорость электрички – 110 км в час. Одно неосторожное движение и если не летальный исход, то тяжелые травмы гарантированы. Наказать за такую езду можно, как за проезд в неустановленных местах. Но можно ли отучить? Ведь штраф на сегодняшний день всего 100 рублей. Этим не напугать. А значит, максимально важно проводить профилактические беседы с потенциальными участниками зацепинга. А огромную роль в этом могут сыграть родители. Я считаю, что в первую очередь это работа в семье должна быть. Если ребенок ничем не занят, он, конечно, будет себе находить интересы по компаниям неблагополучным. То есть, если ребенок будет днем не ездить на электричке, а заниматься футболом, к примеру, или плаванием, чем угодно, то, конечно, он там будет выплескивать все свои эмоции, ему не нужна будет эта электричка. Зацепинг – мероприятие круглогодичное, но основной сезон приходится, как правило, на весенний-летний период. Поэтому и рейды чаще всего проводятся в это время года. Зацеперы катаются иногда и целыми группами – по 30-40 человек. Как правило, все они общаются через интернет. Там рассказывают друг другу, как себя вести, как лучше зацепиться и договариваются о совместных поездках. Очень сложно выявить наиболее опытных зацеперов. Есть у зацеперов свои лидеры, свои идеологи, свои правила. Они в соцсетях распространяют, как нужно себя вести на автосыпных устройствах или крышах, где нужно держаться, за что держаться. Игроки с судьбой с каждым годом становятся все моложе. А значит, и работ по профилактике гораздо больше. Но такой пример подают и взрослые. Суммарно уже на этот сезон составлено больше 20 протоколов за выявленные правонарушения. Такие рейды еще будут продолжены. Марина Познякова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...